Друзья, всем привет, вы на Политбюро, с вами я Денис Пахилов, Борис Тезенгаузен, сегодня в нашей студии, Борис, здравствуйте. Здравствуйте. Буквально недавно, если не ошибаюсь, даже сегодня, на сайте политика вышла статья такая с господином Андреем Ермаком, глава совпрезидента Украины, друзья, кто не знает, кто забывает, попрошу своих коллег нам показать ее. О чем же была статья? В комментарии для американского политика господин Ермак заявил, что США могут помочь прекратить войну Украины и России, а еще отметил, что Россия будет использовать Северный поток-2 как оружие и пора использовать инструменты против газопровода. Ну, в принципе, такие массажи мы уже слышали. В США эту позицию, кстати, полностью разделяют, что, в принципе, доказывает слова советника Байдена по энергетике Хухштайна. Но, что меня заинтересовало, Ермак сказал политика, что было бы отлично, если бы господин Зеленский и господин Байден получили Нобелевскую премию мира за прекращение войны в Украине и возвращение территорий. Я понимаю, что кто-то рассматривает вероятность того, насколько высока вероятность того, что Зеленский и Байден получат Нобелевскую премию мира, но, тем не менее, такое возможно вообще? Ну, все возможно. Тут, наверное, скорее Байден может получить эту премию, потому что у Соединенных Штатов все-таки инструментов по воздействию на Россию намного больше. И они прямо здесь есть, есть здесь и сейчас. То есть, могли ли Соединенные Штаты полностью заморозить Северный поток-2? Могли. Могли драконовские санкции наложить на Российскую Федерацию за аннексию Крыма? Могли. Но вопрос в том, что Байден не так давно в своей новой доктрине, которая корректирует промежуточный курс президентский, он, значит, сказал там следующее, что Соединенные Штаты отходят от агрессивной политики. Они уже не будут вести какие-то военные операции. Они все вопросы там далеко, в других регионах, будут решать экономическим и политическим путем. Это первый момент. Второй момент. Байден сказал, что теперь практически любое действие будет рассматриваться через призму. А что это дает средней американской семье? Да, как это, ну, и на средний класс влияет. То есть выгодно американской семье, чтобы Северный поток-2 заработал, получит что-то Соединенный Штат, там, налоги или еще что-то, бонусы какие-то? Получит. Значит, будем строить. Вот доктрина Байдена. И здесь, мне кажется, меньше какой-то агрессивной такой ястребиной политики будет теперь со стороны Байдена. Он делал громкие заявления, но он же на саммите с Путиным, который у них был, он сказал, до этого назвал Путина убийцей, там еще как-то. Но сказал, что этот саммит, он для того, чтобы нормализовать отношения с Российской Федерацией. То есть вот доктрина Байдена, внутренний интерес, интерес американца, а не украинца или немца. Внешняя политика среднего класса, говорил президент, мистер президент. Недавно президент Украины давал интервью СНН Фариду Закарии, плюс господин Ермак делает комментарии для политика. Еще можем вернуться, еще на пару недель назад президент Украины летит в Вашингтон. Вот, кстати, да, друзья, интервью Фариду Закария на СНН, советую его посмотреть. Очень важное, кстати, интервью, очень интересное. Вы говорите о том, что Байден сосредоточился именно на проблемах американцев, обычных американцев. А есть ли тогда смысл биться головой об стену в эту закрытую дверь, полузакрытую, наверное, дверь Украине? Есть ли Байден сосредоточен на своих гражданах? Есть. Если мы говорим, например, про Северный поток-2, то есть смысл. Потому что Северный поток-2, он создает внутреннюю проблему для Байдена в том числе. То есть ряд конгрессменов, которые недовольны политикой Белого дома по отношению к Северному потоку-2. И это не только республиканцы, однопартийцы Трампа, которые, в принципе, должны быть недовольны. Но и демократы, однопартийцы Байдена. То есть вот этот проект создает внутреннюю проблему для Байдена. А как же так получается, что мы вот, значит, санкции на Россию накладываем, а тут позволяем им строить вот такой проект интересный, который не экономический, далеко не экономический. Я насчитал за всю историю под десяток именно конкретных газовых шантажей со стороны Российской Федерации и стран Балтии в том числе, когда там, по мнению Российской Федерации, ущемляли русскоязычное население. Россия именно шантажировала и ценами на газ в том числе. То есть это реальный инструмент шантажа. Ну и там прекрасно понимают Соединенных Штатов. Поэтому вот нужно биться головой. И Польша тому пример, что если долго биться головой, можно выиграть в Европейском суде по другому российскому газопроводу дело, по газопроводу опал, и Россия будет вынуждена всего на 50% этот газопровод загружать. То есть, да, нужно биться. Ну и позиция, что, ну, Соединенные Штаты сказали, все, оставляем в покое. Нет, будет у нас агрессивная дипломатия и будут с нами считаться. США? С Украиной? Ну, по идее, с Украиной должны считаться все. Да. Вот. Но это зависит от многих факторов. Нельзя быть со слабой экономикой и просить, чтобы с тобой считались. Нельзя быть с коррупцией, с олигархами и просить, чтобы с тобой считались. Хотя, в принципе, в последнее время нам удается. То есть, проекты типа Крымской платформы, проактивные наши, когда мы говорим, заходите сюда, вы что, не хотите в Крымскую платформу? Вы что, не осуждаете аннексию Крыма? Ну вот, когда мы на растяжку наших европейских... Провоцируем. Да, наших европейских партнеров сажаем, тогда эти вещи работают. Понятно, что и позиция Меркель ясна, абсолютно ясна. Меркель, наверное, еще больше ориентирована на своего внутреннего избирателя. Да. И она будет этот проект достраивать и лоббировать его, будет и запускать, и сертифицировать, все что угодно будет. Поэтому, если, ну, нам нужно, это банально прозвучит, экономически расти, нам нужно политически расти, и нам нужно предлагать другим странам то, что и им бы было выгодно, а не просто потому, что это наша такая позиция. Если говорить о других странах, в том числе о наших соседях, тему, о которых я хотел в конце обговорить, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время Запада 2021 сказал, что на границе с Украиной будут стоять С-400. Мы не будем сейчас разбирать, что это такое и так далее. Много экспертов говорят о том, что это следствие того, что Украина буквально оттолкнула тебя Белоруссию в сторону России. Ну, никто Белоруссию в сторону России не отталкивал сильнее, чем сам Лукашенко. Начнем с этого. То есть то, что они сейчас будут подписывать 28, по-моему, там, союзных договоров, это начало экономического поглощения Белоруссии, фактически Российской Федерации. То, чему Лукашенко десятилетиями сопротивлялся. Дальше идет уже политическое и военное поглощение. Ну, политического будет достаточно. Лукашенко, он почему сопротивлялся? Потому что понимал, что губернатор Белорусской губернии в составе Российской Федерации, это очень двигаемая на шахматной доске фигура. Поэтому он сопротивлялся. Сейчас, по большому счету, у него и выхода-то и не останется. Экономика в плачевном состоянии, санкции существуют. Вся Европа на него смотрит уже как на последнего или предпоследнего диктатора, как он себя там называл. Никакой оппозиции, никакой демократии. Ну, только в объятия старшего брата идти, чтобы спасать собственную страну. Потому что с экономикой самостоятельно Беларусь не справится. Вот Россия будет помогать, но Россия всегда самым тщательным образом вот эту акцию экономическую разыгрывала. Сейчас даст столько, а потом попросит в 10 раз больше. Поэтому, ну да, у нас были довольно жесткие заявления по Беларуси. Да, у нас были дискуссии, если не сказать, что битвы внутри страны по поводу, хороший Лукашенко или плохой. Лукашенко такой, какой он есть. Вот, и все. Ну, да, он диктатор, он этого не скрывает. Да, он оппозицию кидал в эти там застенки, избивали их. Но он думал, что он так удержит власть, что хотят какие-то западные силы расшатать. Ну, думать можно по-разному. Да, реальность-то немножко другая, тем более в случае Беларуси. Борис, спасибо вам большое. Борис Тизенгаузен был в студии Политбюро. Напоминаю вам, друзья, что под видео, вот вы сейчас видите, лайки, комментарии, подписка, все это вы нажимаете. Спасибо за внимание и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...